Саратовский футболист и штрафован. По решению контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза, капитан команды «Сокол» Александр Дутов заплатит 20 тысяч рублей. Подробнее о том, за что наказан саратовский футболист, узнаем у нашего спортивного обозревателя Александра Старкова. Коллега, вам слово. Павел, спасибо. Капитан саратовской команды Александр Дутов пробил дыру в двери гостевой раздевалки тюменьского стадиона «Геолог». Инцидент произошел после окончания встречи саратовцев с футбольной командой «Тюмень», в которой «Сокол» потерпел поражение. Саратовец испортил имущество после того, как ворота «Тюмени» в дополнительное время был забит, а затем отменен гол. Один из арбитров матча посчитал, что перед голом футболисты «Сокол» неправильно атаковали голкиперы хозяев. Контрольно-дисциплинарный комитет мог дисквалифицировать футболиста, но ограничился лишь штрафом. Кроме того, Дутов возместит ущерб, нанесенный стадиону. Ждут футболиста и внутриклубные штрафные санкции. Также после игры штраф в размере 5 тысяч рублей заплатит и наставник саратовской команды Игорь Чугайнов. Он покидал техническую зону без разрешения судьи. Следующий матч «Сокол» проведет дома 5 апреля. Он сыграет с Новосибирской Сибирью. Две медали завоевали воспитанники Саратовской областной спортшколы на чемпионате России и всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каное, которые прошли в Краснодаре. Николай Червов выиграл финальный заезд на байдарке-одиночке дистанции тысячи метров. На 500-метровке в заезде байдарок-одиночек Кира Степанова заняла второе место. У саратовского «Автодора» нет денег на зарплату спортсменам. Об этом заявил на пресс-конференции главный тренер баскетбольного клуба. По словам Владимира Родионова, сейчас контракты с игроками подписывают только на год. Несмотря на успехи баскетболистов, на приобретение некоторых игроков у клуба просто нет денег. Так, Кортни Форсон стоит порядка полумиллиона. На спонсорскую помощь рассчитывать не приходится. При этом команда показывает хорошие результаты, подчеркивает Родионов. По уровню подготовки баскетболисты «Автодора» опередили все российские команды на два десятка лет. Сейчас рассматриваются варианты замены самых дорогих игроков. Есть кандидаты из Австралии. Саратовский спорт переживает не лучшие времена, считает главный тренер «Автодора». И причиной падения престижа этого направления в регионе Родионов считает развал системы спортподготовки в стране. Тренеров нет ни по каким видам. Спортивный факультет, вот только сейчас, вот второй год пошел набор. Туда вообще ноль было. Ноль. Систем подготовки, потому что тренеров нет. Системы. Институт не готовит их. И институт сейчас будет готовить. Там тех людей нет, кто может готовить. Все умерло. Когда это поднимут, не знаю. На этом у меня все. Увидимся в следующем выпуске «Спортобзора». Павел. Спасибо, Александр.